привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале за деньги да некоторые уехавшие из россии звездуны которые обливали страну грязью ради выгоды готовы легко проститься со своими принципами так например хаматова совсем не против выступить перед россиянами журналисты ранее связались с представителем хаматовой в россии и предложили артистки выступить на дне рождения одного из российских бизнесменов на что молодой человек выразил полнейшую готовность сотрудничать запросил подробную информацию о мероприятии предложил выслать райдер представительница другой спешно покинувший россию артистки инге борге добкунайте было более осторожно для того чтобы выразить согласие от лица актрисы ей хотелось знать все подобности то есть и хочется и колется актриса инге борга добкунайте покинула россию после начала спецоперации в интервью она сравнила никиту михалкова у которого снималась в утомленных солнцем с персонажем фильма который ради собственной выгоды продает душу но не дьяволу а нацистам и заявила что всегда чувствовала себя в российской федерации временной гостьей добкунайте стала популярной после того как сыграла главную роль в фильме осень чертанова на момент съемок актрисе было 24 года советские зрители полюбили актрису по ее первым же ролям и фильмы подмосковные вечера и утомленные солнцем она въехала что называется на белом коне сейчас добкунайте живет в брюсселе после начала и слова она продала квартиру которая находилась на никитском бульваре центре москвы в итоге добкунайте вместе с сыном выписали из квартиры новые хозяева через суд так как она их обманула и не выписалась актриса никак не комментирует патриотическую позицию евгения миронова ее бывшего коллеги по театру наций она сравнивает его с бывшими мужьями о которых не хочется плохо говорить по ее словам когда она уезжала из россии понимала что произошло огромное событие беда как говорит сейчас добкунайте она скучает по москве которой уже нет тем не менее у многочисленных интервью она говорит что не исключает возможности вернуться в россию и вот по мнению кинокритика шпагина делая такие заявления добкунайте подчеркивает собственную глупость преамплуа интеллектуальной героини сама актриса мягко говоря далеко не интеллектуалка это было очевидно самых первых ее интервью лучше бы она не открывала рот вообще однако раньше ее акцент и улыбка сглаживали этот недостаток даже откровенные глупости казались простительными для такой милой девушки высказал свою точку зрения шпагин он также напомнил что добкунайте недолго была востребована на западе и это произошло на фоне моды на перестройку фильме семь лет в тибете с брэдом питом у нее незначительная роль отметил киновед эксперт предположил что добкунайте переехала в брюссель переждать сложные для россии времена после окончания спецоперации актриса попытается вернуться обратно в российский кинематограф прогнозирует шпагин но судя по комментариям россия ее здесь никто не ждет отряд не заметил потери бойца вообще не интересно есть она или нет амеба бледная пусть там ползает то и у нас тут распиарил мышь какая-то с идиотской улыбкой в область ушёная да еще и тухлая как говорится умерла так умерла но кому она нахрен нужна смех без причины признак дурачины эту бездарь в свое время так распиарили как и бездарь хаматову им дали возможность зарабатывать бешеные деньги приглашали в дорогостоящие проекты миронов женечка уж как только с ними не носился оплачивая этим бездарным мерзостям контракты на которые они покупали элитное жилье за что за то что были в либеротской тусовки гневно высказываются россияне